Большие потери в батальоне пожилой семьи? Я это сейчас не знаю в батальоне. В нашем подразделении я знаю, что 300-х много логов, кто сломал, кто ранен, кто в шею ранен. И знаю, что в соседнем подразделении Грузина. Слышно было, почему товарищ, который тоже живет со мной вместе в Есиноватой, он был в Донецке, больничный открывал или закрывал. Говорил, что два КАМАЗа привезли в Донецк, убитых. Насколько я понимаю, вы бежали еще от правосудия? Да, правосудия. Так называемое, которое только в России. То есть, вы считаете, что правосудие вас незаконно хотело наказать? Вы бы не могли объяснить, почему незаконно вас преследовали правоохранительные органы в Российской Федерации? Да, у меня была своя фирма. Она немножко прогорела и весь долг повесили на меня. После этого хотели посадить за их. С Минском, получается, ну, с командиром батальона. Когда у нас состоялась беседа, он сказал, что нам нужны такие ребята. И забрал меня в Есиноватый, ну, отправил, точнее. Там находился его батальон. Вот, Есиноватый, получается. Когда я добрался до расположения. Ну, там выдали оружие. Ну, и как бы изначально то, что наши задачи были удерживать блокпосты по дороге в аэропорт. Ну, вот, собственно, такие задачи у нас и были поставлены.